На часах 8.30 стройные ряды первоклашек подходят к 11-й школе на Павлика Морозова. Сегодня пройдёт их первый учебный день в отремонтированном здании. Школа распахнула свои двери пока только для учеников первых и вторых классов. Родители переполняют разные эмоции. Одни рады, что учебный процесс всё-таки начался, хоть и с опоздания. Другие переживают, что питаться их детям приходится в первом интернате, поскольку пищеблог ещё не готов. А как первый учебный день? Пока не могу ничего сказать. Пока в шоке сами все, что ходят, кушают непонятно куда. А куда ходят? В первый интернат, ну в первую школу. И это на постоянной основе пока? Ну я не знаю, не знаю пока, первый день непонятно. Ещё столовая пока не работала сегодня. А так всё хорошо. Школа пахнет новым. Очень приятно, что наконец-то она открылась в классе тепло. Очень понравилось нам. Всё хорошо? Всё хорошо. Запах краски и плохая уборка. Такие причины задержки образовательного процесса на неделю назвал глава города Алексей Сафонов на торжественной линейке к первому сентября. День знаний ученики встретили у стен школы, а учиться вернулись в первый интернат. Но работы на объекте продолжаются и по сей день. Строители благоустраивают задний двор. Также родители школьников нам рассказали, что не все работы закончены и внутри здания. Сегодня, хоть и не в полном формате, состоялся первый учебный день в старом здании школы номер 11 на улице Павлика Морозова. Конечно, приятно вернуться в родные стены, но всё-таки учебному процессу на стройке не место. Как видите, работы здесь продолжаются.